Давайте поговорим о том, что объединяет абсолютно всех людей на Земле, вне зависимости от пола, возраста и расы, про счастье. Скажите, почему некоторые люди имеют практически все в материальном плане, машину, дачу, квартиру и прочее, и чувствуют себя при этом несчастными, а некоторые не имеют этого всего и чувствуют себя и ощущают себя прям суперсчастливыми? — Существует много исследований о том, какого рода вещи коррелируют с счастьем, какого рода вещи не коррелируют. Здесь, кроме того, многое зависит от того, как мы это счастье определяем. Знаменитый психолог, нобелевский лауреат Даниэль Каннеман, он как-то раз прицельно проводил исследования, посвященные связи счастья и денег, и он показал, что многое зависит от того, как мы счастье определяем. Если мы определяем счастье как степень довольства тем, как сложилась ваша жизнь, степень удовлетворенности тем, какой вы человек, то здесь достаточно долго сохраняется прямая корреляция между тем, сколько вы зарабатываете, тем, насколько вы довольны своим успешным успехом, что логично. Чем больше вы зарабатываете, тем больше у вас успешный успех. Но если мы при этом смотрим на такие аспекты счастья, как повседневная гидронистическая эмоциональная радость от того, что жизнь ваша хороша, как количество позитивных эмоций, которые вы испытываете, и маленькое количество негативных, которые вы испытываете, то вот здесь обнаруживается, что график уже другой, что деньги повышают уровень счастья до какого-то предела, но потом внезапно он выходит на оплату, и дальше деньги, дальнейший прирост денег на повышение уровня счастья уже особо не влияет. И это наблюдается, когда вы не так-то сильно превысили среднюю зарплату в вашей стране или по вашей социальной группе. То есть если мы на Россию посмотрим, ну в России, я думаю, человек с высшим образованием и опытом работы, но опять же Россия большая, скажем так, в Москве человек с высшим образованием и 10 годами опыта работы достаточно спокойно зарабатывает 150 тысяч рублей. И вот если он зарабатывал 150 тысяч рублей и начал зарабатывать 200, то тогда, конечно, уровень его счастья повышается, и он себе сможет начинать больше позволять. Если он стал зарабатывать 250, то уровень его счастья тоже повышается, но так чуть-чуть. А вот если он стал зарабатывать 500, то, к сожалению, между 250 и 500 какого-то принципиального отличия именно в уровне позитивных эмоций повседневных уже особо не наблюдается. Но он, конечно, будет поначалу, когда вам только-только повысили зарплату, и вы рады, горды, довольны собой. Но дальше вы привыкнете, вы как-то перераспределите свои потоки, вы, может быть, будете покупать те же самые вещи, но чуть-чуть более дорогие, вы, может быть, будете просто больше откладывать, вы, конечно, молодец, и от этого вы будете больше довольны своей жизнью. Но, в принципе, позволить себе с точки зрения повседневных радостей человек на 250 может примерно столько же уже, сколько на 500. Ну, то есть, если, конечно, мы не гонимся за каким-то патологическим сверхпотреблением, пирожных, извините, совершенно одинаковое количество. Вы можете купить на те и на другие деньги. У вас уже просто верхним пределом будет состояние вашего веса и вашей кожи, а не то, сколько вы можете купить пирожных, сколько в холодильник у вас помещается, будет уже более важной проблемой. И на этом уровне для счастья уже начинают больше влиять другие вещи. Есть ли у вас друзья, есть ли у вас котик, чем, собственно, деньги. Деньги – это хорошо, но эффект денег насыщаем, и насыщаем на каких-то достаточно реалистичных цифрах, которые вполне себе вообразимы и достижимы, в принципе. С точки зрения физиологии, счастливыми нас делают серотонин и дофамин, гормоны счастья. И вы, кстати, говорили как-то, что человеку совершенно все равно, каким образом он дофамин получает. Вот эту ситуацию используют как-то в практических целях, например, при лечении депрессии. Это, конечно, очень большое упрощение. Давайте пойдем на еще более очевидно простое упрощение. Давайте поговорим о прилежащем ядре. Вот нейроэкономист Василий Кочаров любит говорить на популярных лекциях, что все, что мы делаем, мы делаем для того, чтобы понравиться нашим нейронам в прилежащем ядре, в которых как раз дофамин работает, но эндорфины, впрочем, тоже. Речь идет о том, что в любых томографических экспериментах или экспериментах с оживленными электродами можно достаточно хорошо определить уровень довольства, радости, счастья, предвкушения по активации прилежащего ядра в ответ на те или иные стимулы, когда там вам денег предлагают или когда вам сладкой водички дают попить и так далее, и так далее. И в этом смысле, конечно, активация прилежащего ядра, она выглядит на томограмме примерно одинаково при получении стимулов довольно разной природы. За это мы его и любим, за это его и исследуют. И да, действительно, среди способов получать удовольствие и радость от жизни, конечно, бывают более эффективные и менее эффективные по уровню активации прилежащего ядра, и, конечно, бывают более безопасные и менее безопасные. И, конечно, разумный человек находит себе какие-нибудь такие пути повышения удовольствия и радости от жизни, которые не очень портят его здоровье, не очень портят его социальные перспективы, такие как, например, движение. У людей повышается удовольствие жизнью от того, что они достаточно двигаются. У людей, как правило, повышается удовлетворенность жизнью после того, как они сходили на пробежку. Здесь есть как интеллектуальный компонент, что я молодец, я с собой горжусь, я сходила на пробежку, так и компонент чисто физиологический. У вас лучше становится биохимия мозга с точки зрения благополучия тогда, когда вы сходили на пробежку. И действительно, уровень депрессии, уровень тревожных расстройств, он меньше у тех людей, которые регулярно двигаются, чем у тех людей, которые не двигаются. Понятно, что такой же радости, как и от пробежки, можно достичь сигареты. И проблема здесь в том, что сигареты это гораздо быстрее, гораздо дешевле. Но проблема в том, что сигарета зато находится в столько же радости, сколько пробежка сейчас, если вы склонны физиологически к радости от сигаретам. Но зато она имеет проблему в долгосрочной перспективе. От нее ваше здоровье здесь сейчас немножко портится, от пробежки ваше здоровье здесь сейчас немножко улучшается. Это может быть незаметно по одной сигарете или пробежке, но зато это будет здорово заметно уже буквально через пять лет, которые вы будете каждый раз выбирать, либо курить, либо ходить на пробежку. И в общем и целом здорово было бы, если бы человек имел какое-то сочувствие к себе через пять лет, или через 10, или через 15, побольше для него делал. Потому что я могу вам сказать с высоты своего прожитого возраста, что в принципе это работает. Вот я такой человек, который в 25 лет много и тяжело работал ради своего финансового благополучия в 35. И теперь у меня вот квартирочка в лучшем районе Москвы с довольно недорогой ипотекой, потому что заслужила ее не я в том-то и дело, вот не та я, которая сейчас тут в кресле сидит, заслужила ее та девочка, которая в ночном аэропорту Норильска мерзла в 25 лет и писала книжку «Во всякой надежды». То есть она, правда, много и тяжело пахала на меня, а я теперь лежу на печи и ничего не делаю. Но на самом деле немножко работаю, потому что думаю про благополучие себя в 40. Вот это все какая-то ужасно неистраведливая вещь, но с другой стороны вот мы хотя бы в одном теле.